Время остановилось. Что-то вязкое и неопределённое, как пуля в сердце, всё ещё соднило в груди и не давало сосредоточиться. Шуба и виски впитывало в себя расклорённый в воздухе запах женских духов, становляясь ещё отвратительнее. Все были в сборе. Самая крупная банда, которую я когда-либо видел. Ещё пару месяцев назад я не мог представить, что окажусь в самом центре. Когда босс желает обсудить с тобой дело, которому уже 10 лет, глупо надеяться, что он достанется из ящика листок бумаги, с выражением зачитает имена подозреваемых и бросит на стол мешок с уликами. В лучшем случае это будет сообщение об очередной жертве, но о худшем. На словах всё просто. Ты сделал всё, что мог. Спасибо за работу. Забудь. Прочая чепуха. Было бы разумно принять его предложение. Передать дело, взять отпуск, а потом вернуться и тихо набирать вес за бумажной работой. В конце концов, люди склонны прощать себе ошибки бездействия куда охотнее, нежели последствия неправильного выбора. Пришло и моё время. Она пожертвовала собой ради информации, и я не мог оставить это просто так. Если полиция не желает продолжать поиски, я найду её сам. Я устроился в небольшую частную контору. Я не доставляла ни малейшего удовольствия разыскивать пропавших кошек. Зато я мог хотя бы не притворяться, что мне есть какое-то дело до потерпевших. Лицемерие теперь для меня лишь способ накрутить цену за свои услуги. Но самое важное сейчас это поиск новых улик по расследованию. Я решил начать сначала. Я прокручивал в голове именно жертв, пытаясь понять, кем они были. Я искал их следы. Я ежедневно посещал места, которые упоминались в отчётах. Холодный воздух помогал прийти в себя. Это были едва заметные следы лака на зеркале в прихожей. Тяжёлые сапоги, мягкие кеды. Отпечатки скользких пальцев на дверных ручках. И мне оставалось надеяться, что это просто средство для укладки волос, а не следствие каких-то необузданных юношеских фантазий. Город тщательно хранил свои тайны. Но даже его бдительность ослабеет, когда он с жадностью языческого бога начнёт требовать новые жертвы. Я хорошо помню тот день. Прозрачные улицы беспомощно покачивались в унисон осеннему реквиуму, угрожая вот-вот пролить с небес дождь из сожаления. Я уже представил, как окажусь в холодной квартире и забудусь беспокойным сном, как вдруг. Да, я определённо где-то её уже видел. Пришло время нанести визит друзьям по ту сторону. Если кто-то и сможет дать мне ответы, так это Юджин Макломок. Вио Барик и Щейком вроде меня всегда относились настороженно, но я рассчитывал, что слава о моём падении уже достигла этих мест. Завоевать доверие среди кутил и воротил разной степени легальности Звучит как подарок на Рождество. Звучит как подарок на Рождество. Звучит как подарок на Рождество. Персонал Макломока знал всех копов в лицо. В этой улыбке читался знакомый посыл не делать глупостей и убираться подальше. Впрочем, в нынешнем положении есть и хорошие стороны. Если у него пропадет кошка, то моя визитка будет очень кстати. Субтитры подогнал «Симон»! 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 я вижу. Проходит время, а великолепный детектив по-прежнему ищет у меня ответы. Проходит время, а твои ребята по-прежнему доливают воду в алкоголь. Я ходил к Юджине раньше, когда работал в полиции. Он всегда рассказывал одни и те же истории. Сейчас он снова не поведал мне ничего нового, но вот только теперь это имело смысл. Все становилось понятнее. Все эти люди никуда не исчезали. Они просто менялись и вовлекали в этот чудовищный водоворот еще больше новых людей. Я находился так близко к разгадке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стоит признать, пистолетное дуло действительно эффективно пробуждает память. Зачем тебе это? Выстрел слышат, тебя поймают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова События становятся историями, а истории легендами. Как бы сильно вы не затерялись во времени, я хочу, чтобы вы знали, вы уже часть легенд. Но ваша история, она еще только начинается Субтитры создавал DimaTorzok